Не забудь подписаться и включить колокольчик на моем втором канале Клеопатра ТВ, потому что все стримы и прямые трансляции в ближайшие три месяца будут проходить именно там. Ссылка на канал оставлена в описании. А если ты еще не нашел свой постоянный клан, да-да, вот именно ты и сидишь сейчас без клановых игр, где дают, кстати говоря, очень хорошие призы, то рекомендую обратить внимание на клан шестого уровня под названием Тим Нео. Несмотря на то, что у ребят всего лишь шестой уровень клана, они действительно уже могут много чего показать и зачастую даже лучше, чем в других кланах. И речь, конечно, идет о Варлоге. Если мы откроем военную лигу, то увидим, что ребята занимали только первые и вторые места и, соответственно, переходили на уровень выше. А вот если мы откроем обычный Варлог, то это то, о чем я вам и говорила. 62 победы и всего 3 поражения. Согласитесь, такая статистика есть далеко не в каждом клане. Поэтому нужно пользоваться случаем и успеть залететь в этот клан еще сейчас, пока у ребят есть свободные места. Прием ведется, начиная от 10-го Таунхола, по героям 70+, по сумме, то есть, к примеру, 35-35. Для 11-ых ТХ критерии 45-45-20 и для 12-ых ТХ критерии 50-50-30, соответственно, также по героям. Более подробную информацию можно получить в клане, хэштег оставлю в описании. Пользуйтесь этим случаем, там уж такого больше не будет. А я же уверена, что многие игроки, которые бросили по какой-то причине Clash of Clans, но все еще смотрят мои ролики, наверняка после вот этого видео точно зайдут в игру. А все дело в том, что в Clash проходит два грандиозных события. Одно из них посвящено пятикратному звездному бонусу, вы представляете, какие это цифры. А второе событие еще более, мне кажется, классное. Оно подразумевает скидку на использование войск из темных казарм. Причем не просто скидку, а скидку 99%. Посмотрите на эти цифры. Сейчас все войска из темных казарма стоят не дороже, чем 7 капелек дарка. Это просто нереальная халява, потому что с помощью войск за дарка, где вы потратите буквально несколько капелек этого дарка, вы сможете стать полноценную КВ армию, а не фарм армию. И получить очень хорошие ресурсы, и кроме этого подняться по кубкам, если вы кубковый игрок. Что же касается бонуса, то я нахожусь в первом чемпионе, и вы видите, что мой звездный бонус это 16500 дарка. Согласитесь, это очень круто, и этим действительно нужно пользоваться. Поэтому сейчас я полечу в атаку, потому что такой случай упускать мне не хочется. И буквально через пару баз мне удалось обнаружить вот такой классный 11-й Тонхолл, где очень много ресурсов внутри самой базы. И плюс, не забывайте, я заберу звездный бонус. В общем, ресурсами можно будет просто завалиться. Попробую с верхней стороны зайти с помощью тарана, в нем у меня находятся бойлеры, и героями также подрасчистить верхний уголочек. В планах забрать два верхних ПВО и еще орла, которые также находятся в верхней стороне. А вот все остальное я буду забирать воздухом. Кидаю несколько мушек на левую и на правую сторону, чтобы подрасчистить полукруг, и чтобы герои пошли в центр вместе с тараном. Король уходит в правую сторону и будет зачищать у меня все, что находится в заборах. В это время герои вместе с тараном уже успешно прошли в центр, и сейчас нужно будет потихонечку накидывать рейдж. Вылетает вражеский клан Кассел, здесь находится, кстати говоря, по-моему, варвары, если не ошибаюсь. В общем, все это дело будем сейчас травить дружно и с гигантами в том числе. Прожимаем вардена, когда у нас уже вылезли боулеры из тарана, и спокойненько заходим уже в центр карты. Минус два ПВО у нас есть, сейчас мы заберем орла и немножечко подрасчистим то, что находится рядом. Я думаю, что, в принципе, задача минимум у нас уже выполнена, можно потихонечку запускать воздух. У меня есть четыре лавы, что ж скупиться на лавы, когда они такие дешевые, поэтому я взяла их сразу побольше. Вылетают потихонечку шарики, и сейчас будем продвигаться по часовой стрелке с трех до шести и шести до девяти. С собой у меня еще есть два фриза, они нам понадобятся, чтобы немножечко попридержать инферно, чтобы они не так сильно поджаривали моих шариков. Раскидываем рейджи по ситуации, ну и, собственно, на этом моменте уже становится понятно, что да, трешечка моя, и все ресурсы с этой базы я, естественно, упакую. И, как вы знаете, чтобы получить звездный бонус, необходимо взять пять звезд, то есть, по большому счету, это всего лишь две атаки, и вы сразу его получаете. Кроме того, если вы давно не играли, то вы сможете получить звездный бонус аж целых два раза, и все это с пятикратным увеличением. Поэтому сейчас действительно можно очень хорошо пофармить ресурсы, особенно если вы находитесь в высоких лигах, там звездный бонус вообще становится очень большим, и он, честно говоря, не умещается в клан кассов, если вы получаете его два раза, поэтому не забывайте вовремя очищать свой кк. Ну что ж, атака практически уже подошла к концу, с легкостью я забрала эту расстановочку, и давайте смотреть, сколько же в итоге всего мне дадут буквально за одну атаку. А 3 500 дарка, примерно 500 тысяч золота эликсира, и вот он, тот самый звездный бонус. А 3,5 миллиона золота эликсира, еще и дарка я тоже прихватила, 16,5 тысяч. Так что однозначно советую, поиграйте вот в эти дни, потому что осталось всего два дня до конца данной акции, вы действительно не пожалеете и сможете очень быстро прокачаться. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и напишите в комментариях, забрали ли вы уже свой звездный бонус, или только сейчас пойдете. Всем хороших войн, пока-пока!